Здравствуйте, друзья! Сакура Бич снова распростёртыми, тёплыми, горячими, кровавыми ладошками. Рада вас приветствовать. И я, Антон. Когда я пришёл в себя, я почувствовал, что увидел что-то, что не должен был, помните? В него ещё раз шевернули подушкой с камнями. Что же это могло быть? Я вошёл в комнату, а потом что-то случилось. Интересный случай. У него амнезия от сисек. Доброе утро, Сейджи! Смешно, что ты спал здесь. Ты, должно быть, сильно устал. Что-нибудь произошло, пока меня не было? Я ничего не мог вспомнить. Ты вообще кто? Кстати, Айюми вышла из своей комнаты, когда она услышала Мамока. Чёрт, какие же у неё стрёмные глаза, как будто она ища Диада. Доброе утро, да, Мамока. Вы двое что-то скрываете от меня? Нет, ничего не произошло, вообще ничего. Я не помню. Айюми посмотрела на меня испепеляющим взглядом. На что она злится? Хорошо, я верю тебе. Что бы ты хотел сделать сегодня, Сейджи? Может, пойти и съесть немного мороженого? Или ты бы мог показать мне ещё несколько твоих тайных мест? Только ты и я. Подождите, вы забыли обо мне? Он никуда не пойдёт, если я не пойду. После всего, что случилось, я не должна сводить с него глаз. Никто не знает, что может вытворить этот извращенец, если вы останетесь одни. Без меня. Я рад, что обо мне такого высокого мнения. Уф, я просто констатирую правду. О, и до сих пор делаешь вид, что не собираешься идти туда без личных причин? Айюми. Айюми покраснела, и кажется, она вот-вот упадёт в обморок. Пожалуйста, не говорите мне о таких абсурдных вещах. Я просто хочу сменить тему. Итак, какой пляж вы хотели бы посетить сегодня? Я думаю, который с волнами для разнообразия. Где есть вода, например. Ха, ха, ха. Я согласна, звучит весело. И чтобы было много людей, и чтобы со всех капал пот, и бы мы друг на друге елозили. Я знаю такой пляж. Нам так повезло, что ты у нас в качестве гида, Сейджи. Подождите, подождите, он поведёт вас на нудистский пляж. Даже если у тебя есть привычки извращенца. Разве у вашей двери нет замка? Так и у меня нет привычки извращенца. Если вы не хотите, чтобы я заходил туда по ошибке, вы могли бы просто использовать его. Это не оправдание, идиот. Мы не должны запирать нашу дверь. Эх, это не так уж и сложно сделать. Это вообще не относится к разговору. Мамока, похоже, просто игнорировала её. Итак, Сейджи, что бы ты хотел сделать, когда мы вернёмся? Я не знаю. В отеле есть бассейн, знаешь? Было бы неплохо пойти туда и попытаться научить Айюми плавать. Ты, ты идиот! Уроков, которых ты мне давал вчера, будет более чем достаточно. То есть ты хочешь сказать, что ты научилась плавать за один день? Ну же, Айюми, разве ты не хотел бы провести время с Сейджи наедине? Вот большое отличие Айюми от Мамока. Мамока... Мамока подпихивает всех на перепихон. А Айюми ревнивая со стрёмными глазами. Наедине? Эм, это звучит так... Ну что? Ничего, ты идиот! Ну что ж, мы можем начать обучение в любое время, Айюми. Если ты на самом деле хочешь этого. Ну, я не хочу, чтобы ты вошёл в меня, а, в бассейн один. Там могут быть опасные люди, в конце концов, с фотоаппаратами и видеокамерами. Я должна не спускать с тебя глаз. Единственное, кого я видел в бассейне, это группа девушек, но... Я же явных, чёрт возьми! Мне всё равно до девушек! Девушек? Не говори, что ты их совратил! Что ты не рассказывал нам, Сейджи? Как хорошо ты знаешь этих девушек. Я не знаю их вообще. Я только видел, как они купались, когда последний раз смотрел на них. Их туда, когда они переодевались. И когда ты их видел в последний раз? Этим утром. Сейджи, я знаю, что ты становишься взрослым. И всё такое. Но тебе действительно не стоит развращать других. Достаточно нас двоих, Сайюми. В крайнем случае, это должен быть кто-то, кого ты знаешь. Вот об этом я и говорю. Я тоже думаю, что это очень плохая идея. Как обычно, тебя волнует только это, да? Как обычно. Тебя волнует это только тогда, когда ты за это наказан. Ты злодей худшего сорта, Сейджи. Злодеи рано или поздно будут наказаны. Почему ты говоришь, как супергерой? О, это из её любви. А Йоми плечом ударяет Мамоко, прежде чем она закончила говорить. Извини, я ударила тебя, чёрт возьми. Не до крови, нет, всё, жалко. Всё в порядке, Мамоко. О мой бог, я не думаю, что она придёт в себя, пока мы не попадём на пляж. Как жаль, очень жаль. Ты не выглядишь очень расстроенный из-за этого. Конечно, мне жаль. Ты глупый дурак. Глупый дурак, это уже слишком. Типа он идиотов и дураков до этого пропускал, а сейчас глупый дурак. Глупый дурак, эта связка просто выносит мужчине голову. Заткнись и помоги мне отнести её. О, настолько сильно она её вырубила, окей. Мы наконец-то пришли сюда. Мы решили пойти в более людное место сегодня. Я могу только надеяться, что ни одна из них не наделает странности, пока мы здесь. Учитывая то, как они вели себя последние дни, я думаю, что мне так крупно не повезёт. Итак, что мы будем делать сегодня? Айоми, ты взяла с собой пляжный мяч? Какой, бля, мяч, блядь, мяч? Ты не говорил о нём? Ну же, ты помнишь, не так ли? Мы спланировали взять его после всего, не так ли? Неловкий момент молчания. Ну хорошо, мы можем сделать это и без мяча. Похоже, ничего не может расстроить Мамоко. За это ей большой лайк. Почему бы нам не сделать замок из песка? Замок из песка? Да, я хотела сделать один, пока мы здесь. Мы можем это сделать, Сейджи? Конечно, ложись. Ложись, ложись, я сзади. Ложись. Не смотри на меня. Это, это песок. Я делал их кучами в своё время. Мы сделаем лучший замок из песка, который этот пляж когда-либо видел. Не кажется ли тебе, что это слишком амбициозно? Ты идиот! Как ты можешь говорить, что он будет лучше, чем тот, который пляж видел когда-либо? Ты должна всегда стремиться к звёздам. А Юме? Да, мы сделаем его настолько большим, насколько сможем. В нём будет лестница и тронный зал, и украшения, и кровать. Есть одна черта у Мамоко, которой я восхищаюсь. Это то, что она добавляет энтузиазма во всё, что делает. Молодец, Мамочка. Мне хотелось бы иметь столько же энергии, сколько у неё. Я думаю, если вы оба соберётесь это делать, то я тоже буду участвовать в этом. Будет весело, А Юме. Ты обязательно должна присоединиться к нам. Где ты хочешь, снизу или сверху? Делать крепость. Из песка. Это будет похоже на игры детства. Я думаю, что я плохо помню всё это. Это всё шок. Детский шок. Разве мы не делали замки из грязи и палок? Я помню, как вы всё время спорили о том, кто будет вытаскивать эту палку у меня из задницы. Кто будет помогать мне строить форт? Я никогда не делал это. Я всегда строил свои грязевые форты. И они были всегда лучше, чем твои. Это не то, что я помню, А Юме. Разве ты не старалась? Тихо. Давайте начнём строить этот замок из песка. Когда мы работаем вместе, начиная строительство нашего песочного замка, я начинаю вспоминать о нашем детстве. О, бедный человек. Первый день, когда я встретил их, был интересным. А потом было жёстко. Много слёз. Я просто гуглил с дедом порнушку и наткнулся на их странички ВКонтакте. Я просто гулял с дедом в тот день. Я тогда не говорил много. Я просто держал всё в себе. У меня было тогда много вопросов, и я не знал, как с ними справиться. Ну, дед мне тогда решил помочь, и тогда познакомил с этими прекрасными девушками. А Юми и Мамо, как кажется, проигнорировали это. Спасибо деду за победу. Даже несмотря на то, что я был неразговорчив, они постоянно звали меня в лес, чтобы поиграться с... 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 ним? с дедом? Они звали, чтобы с дедом поиграться или с ним? Они не сдавались, покуда я не кричал о пощаде, не вызывал милицию и не заговорил с ними. Это было после того, как мой дед начал показывать мне звёзды! Чёрт подери, ура! Это были звёзды! И чтобы я начал выходить из своего дома хотя бы наверх. На время. Для шестилетнего мальчика было удивительно узнать, что существует что-то бесконечное. Фух. Мамо, прекрати класть столько песка. Эй, только ты это и делаешь! Обе спорят о замке из песка из-за всяких мелочей. Странно. Мне очень нравится отдыхать на пляже. Этот отдых даёт много времени, чтобы подумать. Ну, подумать и помечтать. Благодаря этим двум у меня осталось не так много времени для себя. Мамо делала всё возможное, чтобы я прекратил мечтать. Я думаю, они делают всё возможное, чтобы привлечь моё внимание. Почему они это делают? Это за пределами моего понимания. Господи, чтобы решить эту загадку, нужно выпустить сколько бич частей? 80! И разные моды, где он будет ходить со стены к стене из куста к кусту и говорить «Господи, почему они со мной так обращаются? Что они хотят от меня? Почему они снимают лифчик? Почему они теребонькают мою пипиську?» Идиот просто. Просто идиот. Они никогда не вели себя так в детстве. Или, если и вели, то я никогда этого не замечал. Итак, вот в чём вопрос. Если они ведут себя необычно, или я просто много не замечал. много, я подумаю об этом позже. Сейчас, я думаю, самое время для лунного путешествия. ГГ, вэлплей. Я представил себя идущему по поверхности луны, по её белому камню, освещенному солнцем. Земля со всеми её зелёными и синими цветами висит в небе, смотря на меня, как облачное око. Когда я мечтаю о космосе, я часто забываю о красоте планеты, на которой я живу. Тысячи видов, миллиарды людей, бесчисленное множество идиотов, истории, множество загадок. На самом деле, я бы действительно хотел когда-нибудь взглянуть на Землю вот так, с какой-то далёкой планеты или Луны, размышляя о мире, который я покинул. Может быть, я стану космонавтом? Учитывая то, как я люблю космос, это идеальный вариант. Разве нет? Просто представьте, однажды космические путешествия будут реальными. Сэйджи, ну же! Я открываю глаза и вижу Мамоко, стоящую передо мной. Ты не получишь никакого удовольствия, если будешь мечтать о какой-то фигне? Посмотри на меня! Пошли плавать в океан! Похоже, мне нет выбора. Она уже схватила меня за руку и тащит ко дну океана. На самом деле, она так сильно схватила мою руку, что я почувствовал, как она хрустнула. Вот слабак, космонавт. Итак, есть что-то, о чём я забыла? Где Аюми? Аюми, Аюми была здесь минуту назад, но я её засыпала песочком, теперь не беспокойся, мы с тобой наедине, Сэйджи. О, вот и она! Я вернусь через минуту, Сэйджи. Мамоко погрузилась в воду, как только увидела чёрное пятно в море. Через несколько мгновений она выплывает, вытаскивая ошеломлённую Аюми. А-а-а! Ты повеселилась, Аюми? Тебе нравится пляж? Мне очень нравится. Аюми вздрогнула через некоторое время, когда ей сделали искусственное дыхание и брактомию, это знаете, когда почки разрезают, лёгкие, почки тоже, лёгкие разрезают и туда трубку вставляют, чтобы она дышала. Я думал, что я была готова. Ну что ж, с этим ничего не поделать. Я думаю, что чем раньше мы начнём уроки плаванию, тем лучше. Звучит хорошо. Ей удалось это сказать до обморока. Мы должны найти место, где она сможет отдохнуть. Я собираюсь возвращаться. Ой, а я хотела остаться на пляже немного подольше. Я думаю, что она может отдохнуть на пляже. А ты повеселись, Мамоко. Я посмотрю за ней. Спасибо, Сейджи. Ты всегда такой ответственный. Я вернусь, прежде чем ты это поймёшь. Когда я нёс Аюми из моря, Мамоко продолжила нырять в воду. Эти двое похожие на солнце и луну. Когда я подумал об этом, я решил, что я должен прекратить все сравнения с космосом. Это может стать плохой привычкой. Точки. 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 На этом, друзья, всё. Эпизод подошёл к концу. Что мы узнали? Как дедушка познакомил Сейджи с этими двумя прелестными барышнями о солнце и луне? Смерть Аюми почти не состоявшейся, которую наверняка устроила Мамоко, но нам это не сказали. Вот и всё. Надеюсь, вам понравилось. Пока. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.